Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Итак, Fusion. Мы уже поговорили о том, как работать с нодами, смогли даже создать первую 3D композицию, а сегодня попробуем это еще и немного анимировать. Итак, у нас есть куб. О том, как мы его сделали, смотрите в предыдущем скринкасте. Ссылка в описании, там же ссылка на плейлист по Fusion. Сначала небольшой лайфхак. Я говорил, что вам достаточно один раз прописать алгоритм и потом просто пользоваться. Как? Вот так. Вы экспортируете композицию Fusion. Хорошо это делать в одну папку типа Fusion Templates и как-то называть, чтобы потом вспомнить что и что. Теперь выбираете любой кадр, куда нужно вставить набор нод и импортируете. Казалось бы все, да не все. Потому что там у нас была Fusion композиция, у которой не было MediaIn, а только MediaOut. А здесь должно быть и то и другое. Он решил, что MediaIn – это наша фотка. А нам в качестве MediaIn нужен наш клип. Поэтому отсоединяем. ImagePlane тоже. Заводим ноду MediaIn и кидаем ее на MediaOut. Просто, чтобы вернуть клип. У меня он тут почему-то подключивает, но если вернуться в монтаж, то все появится. И теперь положим наш кадр в качестве фона. Для этого видео мы положим на ImagePlane, то есть переведем его в 3D. Пока это отдельная ветвь, которая ни на что не влияет. Она не встраивается, потому что ее надо отрендерить сначала. А вот. Сразу сделаем побольше. Поскольку это фон для куба, а куб у нас большой. Теперь если завести из рендера в MediaOut, он подцепится и будет уже в 3D. Но нам это не нужно. А нам нужно завести это в наш мерч, то есть соединить с кубом, светом и камерой. А вот. Такая получилась история. Сразу еще отъедем и сделаем фон еще побольше. Ну вот. Получили кубик на фоне видео. Нам тут не нужен такой зловещий красный свет. Это Directional Light. И в принципе можно заводить все это в MediaOut. То есть вот такой вот у нас получается клип. Единственное, у нас тут камера смотрит сверху на композицию. А в реале она снимает немного снизу. Так что ее надо опустить и изменить угол. Понятно, что тут нет какой-то художественной ценности. Мне кажется, что лучше показать как можно больше приемов, чем сделать что-то удивительно красивое. Этим грешат, кстати, другие авторы уроков. Они делают что-то красивое два часа, результат впечатляет, но набор действий там минимальный. Поэтому я делаю что-то не впечатляющее, но все-таки камеру подровняю. Что тянет за собой и все остальные подравнивания. ImagePlay надо сделать еще побольше. Если скейла не хватает, просто пропишите его руками. Тут сейчас предел 5, поставим 10, он увеличит шкалу. Еще чуть-чуть фонарь подрегулируем. Все. Теперь займемся анимацией. У нас есть ключевые точки, как в DaVinci. И работают они также. Выбираете кадр, ставите ключевую точку. Выбираете другой и ставите еще одну. Анимировать можно практически любые параметры, тут все зависит от задачи. Но делается все это одинаково. Вот у нас вращение по Y. Выбрали кадр, поставили точку. Выбрали другой кадр. Тут, конечно, проще на конец композиции прыгнуть этой кнопкой, но у меня он не прыгает при записи скринкаста. Поэтому просто выбрали кадр и изменили параметр. Можно даже точку не ставить, достаточно просто поменять параметр. Если есть хотя бы одна точка, он будет остальные ставить сам. И таким образом мы анимировали наш куб. Не успевает просчитать, но он вращается. Поверьте мне. И можно добавить еще анимацию камеры. Например, наехать. Это у нас движение по оси Z. Поставили одну точку. В конце он будет близко. Поставили другую на начало. Тут он будет далеко. И вот такой получаем результат. Машина не тянет, поэтому я сейчас все выгоню и покажу. Понятно, что выгоняете вы как обычный клип. Собственно, это и есть обычный клип, но уже с эффектами. Рендерит, кстати, не так медленно, как мог бы. И вот такой результат мы получаем. Единственное, достаточно некачественно. Все цифронулось. Все-таки MP4 не вполне подходящий кодек. Тут лучше выгонять в DNX HD. Не обязательно на максимуме. Ну вот 220 и 10 бит вполне подойдет. Выгоняете в MXF и потом уже пережимаете в MP4 какой-нибудь сторонней программой. Я использую для этих целей XV4 PSP. Я даже делал скринкаст о том, как им пользоваться. Ссылка в описании. Но он, по-моему, стал платным. То есть, как-то странно, он то платный, то бесплатный. А аналогов посоветовать не могу, я пользуюсь им. Просто денег заплатил в том числе, потому что он меня часто выручал еще когда был бесплатным. Все. Теперь вы, если посмотрели все три скринкаста, уже умеете создавать 3D-модели, анимировать их. И в следующем видео мы поговорим о материале для них. О том, как создавать реалистичные фактуры, ну и может быть сделаем еще какой-нибудь красивый 3D-текст. Так что подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, ну и любите друг друга.